Чудеса современной техники Итак, это здание Академии наук Здесь сидят те, которые ненавидят собственный народ Они поклоняются Эйнштейну И запрещают патентовать вечные двигатели Вот это здание Главный штаб Министерства обороны Здесь работает Сергей Кожегетович Шойгу Вот здесь находится посадочная площадка для вертолета Вот вертолетная площадка Вы хорошо видите? Вот кабина управления площадкой И внизу катера на воздушной подушке И скоростные катера А мы посмотрим? Да Сегодня на Красной площади я снимал сюжет Олег Человек, которого я никогда не видел Никогда не слышал Первый раз позвонил Говорит, можем встретиться? Я говорю, можем И Он рассказывал про Собор Василия Блаженова и про Луну Луна это технологическая база Для приема галактических кораблей Межгалактических кораблей Интересно? Да я никогда так близко у меня не видела Ну и что скажешь? Ух Скажу ух Тебе это не напоминает рельеф Плещаевого озера? Вот если Плещаевого озера осушить Вот будет вот такой-то рельеф Не знаю Ну я тебе говорю Плещаевое озеро Оно все вокруг По кругу На метров 200 от берега Мелководное То есть там по колено Да А потом глубокое Погружение до 29 метров Как шляпа То есть выглядит это как шляпа Широкополая шляпа И таких Таких озер очень много То есть таких водоемов С такими характеристиками Очень много И изучая кратеры вот эти вот На Луне Небольшие Это вообще гигантские Это все карьеры Это все дырки изъеденные Это Огромные Галактические экскаваторы Выгрызли часть Верхнего грунта Оставляя вот такие Зачем? Перерабатывали микроэлементы При образовании планеты Происходит Точнее В процессе Трансмутации элементов И происходит Образование планеты Со всем ее Химическим составом По тем или иным Элементам Или веществам И там находятся В том числе Редкие рассеянные элементы Это как ресурс получается? Как ресурс конечно да Мне кажется люди тоже как ресурс Для чего-то Люди как ресурсы Существует версия Что с нас качают гавах То есть низкие энергии Отрицательные эмоции Отрицательные эмоции Да я тоже эту теорию Но если уйти от Определения эмоциональности А перейти в частотные характеристики То это некое определенное Низкочастотное проявление Эмоциональности Но все равно На максимальном импульсе На максимальном импульсе И в верхней иерархии Все равно Какая С точки зрения нравственности Эта частота Главное чтобы по амплитуде попадала И мы можем перевести Цивилизацию В максимально позитивную Позитивную чистоту И тем самым Питать Максимально позитивная чистота Это чистота Безразличной любви Да Безусловной и безвозмездной Безразличной 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 Нет никаких различий Безразличной Наши зрители вообще не поймут Безразличная любовь Это Ты термин ввела этот Нет Этот термин есть в буддизме Безразличная любовь Любовь безразличная В буддизме То есть почитать Зен-буддизм Да А каких авторов ты порекомендуешь кто именно написал этот термин я не знаю но можно почитать с большим удовольствием цокни ринпоче сангял ринпоче потом мне кажется прекрасно пишет о дзен буддизме оше у него есть великолепная книга которая называется манифест дзен мне кажется и всем надо почитать чтобы было какое-то понимание о мире и о человеке о том как он функция функционирует кого еще но это конечно не буддист но мне например очень близок очень нравится быть женщины максимум мастером гурджиев а какая работа в бутву я вам нравится какая работа я бы innitel и внутри дневники prospect дневники дневники и дневники именно работавших на каком языке писал дневник на русском языке на русском но прям рукописный или перепечатанный черепчат на это книга дневники генджи как бурджиев работал с учениками, именно дневники работ. Ага. Очень интересно. Так, так, продолжайте. Ты как радио? Так, хватит меня записывать. Черт тебя. Да, да, да. Давай контент делаем, работаем. Вот так вот, просто так не пообщаешься. Так вот, основной постулат, что человек это машина, робот. Машина, робот? Чистая механика. Стимул из внешнего мира, у него тут же появляется реакция. Причем совершенно неконтролируемая им. Поближе микрофон все так говори, пожалуйста. Ну давай. Или я тебя снимать буду, но мне на тебя тогда придется направить микрофон. Ну ты зрителям понравилась. Да, они смотрят, как ты читаешь определение шизофрении. Ну что, поснимаем тебя, да? Давай посмотрим. Посмотри, вы себе нравитесь? Ты себе нравишься? Я себе? Да. Я себе всегда нравлюсь. Почему мне это? Что? Человек должен сам себе нравиться. Если он себе не нравится, то ему ничего в этом мире не нравится. Все же внутри нас. Угу. Ну как вам луна? Давайте это называть новой. Ну я это... Луна, слушай, очень интересно, очень интересно. Смотри. Давай еще приблизим. Еще давайте приблизим луну. Это, наверное, одна из самых четких съемок луны. Без профессионального штатива. Я понял, чего мне не хватало. Мне штативы нужны для съемок, а женские сумки. Вот так вот. Ну, видишь, лежишь же на сумке. Таким образом угол удалось найти. Слушай. Это вот эти маленькие кратеры? Ну, это море, типа. По глубине это море. Это могло быть Черное море. Это Азовское море. Это Каспийское море. А это Тихий океан. Планета изначально, она, наверное, ровная, как шарик. А потом начинают ее грызть, 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 пока не догрызут до того состояния. И пока не начнутся внутренние тектонические горообразовательные процессы. У нас же, ну, по-настоящему, как устроена Земля, никто не знает. Но все делают вид, что знают. И есть различные теории, версии. Но поскольку мы видим вулканы, наше представление таково, что мы находимся на раскаленной лаве. Внутри нас. Вот. Но ученые, кто покруче, говорят, что там все еще более круче. Там все в состоянии протоатомной плазмы. Вы можете осознать такое? Я это примерно где-то как-то слышала или читала. Вот. И докладчик сегодня, которого Олег на Красной площади, он как раз показывал, что есть молнии, которые бьют из Земли в небо. Из земли в небо. Из земли в небо бьют молнии. То есть эти процессы протоядерной плазмы, протоатомной плазмы, это же все электрические огромные процессы на уровне электричества. Вот. Но все это неотделимо связано с нашим Солнцем. То есть любая солнечная аномалия, активность, конечно, неминуемо отображается на всей электромагнитной среде. На электромагнитной среде Земли, да. Да, и Земли в том числе. И самочувствие людей. Вот. А идея какова? Что мы, регулируя свои частотные характеристики, своих биоритмов, можем управляемо производить воздействие на электромагнитные параметры одной из подсистем и корректировать даже, возможно, негативные солнечные активности. А мы можем помогать людям? Конечно. Благодаря этим инновациям. Это в первую очередь, что мышление подразумевается помощь ближнему. Например, людям уже в возрасте, которые испытывают метеозависимость достаточно сильную. Да, таких людей очень много. Благодаря каким-то частотам снимать эту метеозависимость. Причем это делать не отдельно каждому человеку, а вот глобально. Раз над городом, и все себя чувствуют хорошо. Да. В идеале это возможно. Сейчас такого изделия кардинально... Нету, но решить эту задачу можно. Ну как тебе небесный объект? Вот ты на него смотришь удивленно или как? Я на него смотрю. Вот по нему погулять. Первый раз. Вот это кратер. Вот тебе представляется, логичная история или нет, что был круглый шарик, да? Потом прилетели копатели и выкопали. И что-то там выкопали. Ну, может быть. Но эти очень похожи со стороны-то. Смотри. Я ж по логике рассуждаю. Такая ровная-ровная луна, а тут какие-то типа горообразовательные процессы. Когда я на нее смотрю, мне она так нравится. Вот просто я получаю наслаждение, когда я ее смотрю. Это лирика.